Привет! На улице отличная погодка, солнышко светит. Решил выехать раструсить жирок после зимы, а заодно поделиться одним интересным приспособлением, которое теперь у меня есть. Поехали! Я не случайно начал свое видео с кадров, как я подъезжаю на велосипеде. То есть, как вы понимаете, мне надо было где-то и на что-то установить камеру, включить ее, потом отъехать, а потом подъехать снова. Далее я в монтажной программе, как я включал камеру и отъезжал, удалил, я ставил только как подъезжаю. В это время камера стояла на штативе. И зачастую тем, кто снимает свои видео, возникает такая необходимость снять себя не с руки, не с селфи-палки, а со стороны, чтобы руки были свободные. Вот и сейчас я сижу, жестикулирую руками, руки у меня свободные, камера стоит передо мной на штативе. Для этого нужен штатив. Можно, конечно, обойтись и без штатива, поставить камеру на что-то, но это не всегда удобно. Вернее, я так скажу, это всегда неудобно. Со штативом удобнее. И какие бывают штативы? Штативы бывают триподы, это большие треноги. Такие возят с собой, я видел видео, Руслан Верин, например, двухколесные хроники. Но у них большие профессиональные тяжелые камеры, на которые они снимают. Мы до таких камер пока не доросли, поэтому нам не подходит. Есть, конечно, триподы легкие, китайские, пластиковые. Но представьте, чтобы что-то снять, надо его достать, разложить. Целая история. Тоже не подходит. Потом я купил себе вот такой штатив в Китае. Дешевый, дешевенький штатив. Легкий, компактный, в принципе. Но он настолько легкий, что его сдувает любым ветром. Не знаю, буду ли я его использовать и как я его буду использовать. В общем, тоже не очень. И вот я нашел интересное решение. Штатив для моей экшн-камеры. На которой сейчас стоит камера, которая меня снимает. И я сейчас его вам покажу. И вот, что из себя представляет этот штатив. Это просто металлический штырь. У меня он изготовлен из нержавейки. Можно, в принципе, сделать из любого металла. Для любителей легкого веса лучше всего из титана. И на нем сверху нарезана резьба под штатив фотоаппарата. Кто не знает, диаметр этой резьбы, она необычная. Одна четвертая дюйма. Показываю, как это работает. Вот обычно я снимаю на такую селфи-палку. Селфи-палка от камеры SG-CAM. В ней есть резьба под штатив фотоаппарат. Я вот этот штырь, который, кстати, я не сказал, слегка заточен с одной стороны. Вкручиваю в эту резьбу. И просто втыкаю в землю. Все. Штатив готов. Камера стоит очень прочно. Если надо, увеличить высоту, пожалуйста. Все просто и удобно. А дальше уже плод ваших воображений. Если у вас нет такой селфи-палки, или в селфи-палке нет резьбы, можно вкрутить напрямую в камеру. В камерах Sony и SG-CAM есть резьба. Если камера GoPro, то есть вот такие вот переходнички, которые можно накрутить на этот штырь и вставить камеру GoPro. Ну, в общем, дальше уже как сработает ваша инженерная мысль. Вот такое интересное приспособление. Не скрою, я его придумал не сам. Я идею украл на YouTube. Но там мужик все это делал на лыжной палке. Клеил сверху лыжной палки вот такую штуку. Я немножко доработал. Решил, что мне вот такой длины хватит. Она небольшая. Поместится в любую велосумку. И всегда она под рукой. Просто и удобно. Накрутил и воткнул. Зима только закончилась. Земля еще не совсем оттаяла. Поэтому втыкать сложно. Но думаю, летом этих проблем не будет. Вот такое приспособление. Начало нового сезона уже скоро. Есть много мыслей и планов, куда поехать. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. И будем путешествовать вместе. А я буду стараться, чтобы было интересно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok